Сегодня жители областного центра, учитывая современный темп жизни, просто не могут обойтись без автомобиля. В некоторых семьях их два и более. Реальная фраза – автомобиль не роскошь, а средство передвижения. Но машины стареют и становятся не нужны хозяину. Про них забывают. Проблема бесхозных транспортных средств остается актуальной. Такие автомобили не только мешают нормальному движению транспорта, но и портят внешний вид наших дворов и улиц. Сотрудниками администрации Ленинского района города Бреста продолжилась работа по принудительной эвакуации неэксплуатируемого транспорта. Данные мероприятия проводятся согласно указа президента. В 2020 году было выявлено 54 транспортных средств. В текущем году, с начала года, уже 30. Неэксплуатируемое транспортное средство – это средство, на котором отсутствуют элементы, либо демонтированные элементы, колес, стекла, бампера отсутствия. То есть все технические, что данное средство не может быть, участвуют в дорожном движении. Накануне новое платное пристанище нашел автомобиль «Мерседес». Установить автовладельца не удалось. В случае, если хозяин транспортного средства объявится, ему нужно будет оплатить расходы эвакуатора и парковки. Если же в течение трех месяцев со дня принудительного перемещения автомобиля на платную стоянку собственник не заявит о себе, машина по решению суда будет снята с учета и сдана на металлолом. И еще одна актуальная информация. С приходом жары, излюбленным местом отдыха, горожан часто становятся фонтаны города. Но со вчерашнего дня арт-объект на Советской остался без воды. В чем причина? Очень большую, скажем, вносит лепту свою. Вот дети, иногда даже взрослые, которые ходят по фонтану, но не специально, но иногда просто сбивают форсунки, мусор бросают, соответственно, все это. Но тоже приходится и поправлять. Накануне всю воду из фонтана слили, сейчас здесь прочищают форсунки и чашу фонтана. Санитарные работы в фонтане ведутся периодически, когда достают листья, ветки и бытовой мусор. Но иногда, как в этом случае, работы требуют более детальной очистки. Крупный мусор можно достать не выключая фонтан, а мелкий мусор, вот этот, который пыльца, листья вот эти вот мелкие, и мелкие вот это вот сыпятся, видите, из каштана, цветочки все. Они постоянно, так как фонтан циркулирует вода, они забывают фильтры, потому что там стоят фильтры и грубые очистки, и тонкие очистки, все это забивается. И периодически возникает необходимость очистки фонтана. Все это производится планово, где-то раз в два-три месяца, иногда чаще. Для того, чтобы вода не цвела, в нее добавляют специальную химию. Поэтому специалисты призывают горожан быть внимательны и к себе, и к городскому имуществу. Для того, чтобы оно исправно работало и радовало жителей Бреста и гостей.